Здравствуйте! Сегодня мы пригласили вас на сольный концерт певицы, преподавателя Ставропольского краевого колледжа искусств Елены Останковой, которая будет выступать для вас в сопровождении пианистки Натальи Дубровской. В сегодняшнюю программу концерта мы посвятили целиком творчеству замечательного советского композитора Матвея Блантера. Я думаю, что вы все знаете его песни, и не понаслышке. Старшее поколение их знает все наизусть, но что самое важное для нас, людей старшего поколения, что и молодежь любит и знает песни Матвея Исаковича Бландера. Он прожил большую жизнь. В этом году мы отмечали его 110-летний юбилей. Прожил он 87 лет и всю жизнь отдал сочинению песен. Его песни знают не только в нашей стране, но и во всем мире. Давайте я вам напомню сейчас хотя бы несколько песен, потому что перечислять все невозможно. Им сочинено более 200 песен. Если я их начну все перечислять, весь наш концерт пойдет на это. «Катюша» — это песня Матвея Блантера. «Катюша» стала визитной карточкой нашей страны, не только Советского Союза, но и России. Все знают эту песню. «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой». Все мы знаем эту песню, да? Дальше. Его песня из 30-х годов. Песня о Щерстве. Я напомню первые слова. «Шел отряд по берегу, шел издалека». Помните, да? Еще в школах мы учили и пели эти песни. И вот сейчас начинаешь эти слова говорить, а в голове и в душе мелодия звучит. Мелодия той песни, которую написал Матвей Блантер. «До свидания, города и хаты». Песня, написанная в первые дни войны. О том, как советские солдаты уходили на фронт. Дальше. Такая песня, как «В лесу прифронтовом с берез слетает невесом, слетает желтый лист». «Осенний сон играет гармонист». Да. И вальс. «Осенний сон играет гармонист». Я не забыла слова. Я хотела, чтобы вы их тоже вспомнили. Действительно, ведь эти песни мы все знаем и помним. После войны он написал такую песню «Враги сожгли родную хату». И даже было много споров, ее даже запретили исполнять. Потому что она прозвучала сразу по окончании войны, когда у людей еще, как говорили, не зажили военные раны. И было так тяжело слышать песню, в которой поется о солдате, вернувшемся с фронта. А враги сожгли родную хату, убили всю его родню. И куда же деться теперь одинокому солдату? И до 60-го года эту песню запретили. Ее не исполняли, потому что люди не могли ее слушать в залах. Все просто рыдали. И Матвей Блантер снял ее из программы певцов и музыкантов. Матвей Блантер родился в 1903 году в обычной простой семье. Отец занимался мелкой торговлей, а мама была такой, ну скажем, артисткой, самодеятельной, как мы бы сейчас сказали. И жили они в нынешней Брянской области, в городе Почепе. В семье было четверо детей, жили небогато. Когда Матвею было 5 или 6 лет, он сам вспоминал об этом, мама отправила его к соседке за уксусом или еще за чем-то другим. Пойди, говорит, попроси у соседки немножечко. Он зашел к соседке и вдруг, когда она искала в кладовке уксус, вдруг увидел рояль, старый-старый, потертый, разбитый рояль. И ребенок, еще ничего не понимавший и не знавший, что такое музыка, конечно, не занимавшийся музыкой без спросу, подошел к роялю и нажал на клавиши. И тут, как потом вспоминал Матвей Плантер, я погиб, я пропал. Я понял, что я хочу заниматься музыкой. Я стал приставать к родителям. Купите, купите мне рояль. Я хочу заниматься музыкой. Ну, рояль ведь, представьте, даже самый старый, разбитый, дорого стоил. Родители несколько лет собирали деньги и выкупили у этой соседки, она уже пошла им на уступку, рояль. И он начал заниматься музыкой. Нашли какого-то музыканта в этом городке по Чепе, который научил его нотам, музыкальной грамоте. И сам Матвей подбирал на рояле. Вот когда уже человек рожден музыкантом, его уже от музыки не отгонишь, не выпроводишь из-за инструмента. Вскоре семья переехала в Курск, а там уже было музыкальное училище. И он поступил туда учиться. В 13 лет начал заниматься музыкой. Но понял, что пианистом ему не стать. Потому что к чему-то другому тянула его душа. А в тысячи... Да, он еще как интересно поступил. В Курск приезжало очень много известных музыкантов. Проходило много концертов. А денег-то на билеты не было. А музыку так хотелось послушать. И он как? Он приходил за кулисы к музыкантам и говорил, «Я знаю ноты. Можно я буду вам переворачивать ноты, когда вы будете играть на пианино или на рояле?» И так его пропускали на сцену. И таким образом он смог слушать в самом своем подростковом возрасте много-много разной музыки. Весной 1917-го семья уже переехала в Москву. И он поступил в музыкальное драматическое училище филармонического общества. И опять попал в класс скрипки. И как Матвей Блантер вспоминает, и скрипкой, скрипачом, я понял, тоже не стану. Чувствовал он свое другое призвание. И один из профессоров ему посоветовал, «А ты не пробовал сочинять? Вот мне кажется, что у тебя к этому есть талант». И действительно, он стал подбирать музыку, сочинять песни. А тут и судьба заставила. Началась гражданская война. Было очень голодно в Москве. А он устроился аккомпаниатором, концертмейстером, в клуб воинской части. И работал он не за деньги там, а за паёк. То есть ему в обед давали похлёбку и кусок хлеба. Вот за такую оплату он и работал. Это, собственно, его и спасло. Он не умер с голоду. А играя аккомпаниатором, он сочинял всё, что хотел. То есть тут он научился по-настоящему сочинять. За ним контроля не было никакого. И он мог сочинять. Стал он увлёкся сочинением. Знаете чего? Вы, наверное, помните такие танцы фокстрот, шимми. Тогда, в 20-е годы, это были модные западные танцы. И ставили сценки, в которых высмеивали мещан, спекулянтов, антанту, белогвардейцев. И всё это проходило под музыку вот тех западных танцев, фокстротов и шимми. И блантер их сочинял виртуозно. Но тут настали другие времена. Была создана советской властью такая организация, Российская ассоциация пролетарских музыкантов, которая раскритиковала фокстротчиков и говорили, что эти западные танцы вредят нашей советской музыке. Надо другую музыку писать для советского народа. И Матвей Блантер, кстати, сказал, это мне очень помогло. Меня отправили на магнитку. Вся страна тогда строила новый город, Магнитогорск. Города практически не было, были одни бараки. А самым первым зданием построили здание театра, где проходили концерты. И там Матвей Блантер заведовал музыкальной частью в этом театре. Именно там он написал свою первую песню. Песню о Магнитогорске, песню о Магнитке. И он понял, что вот она его судьба. Его судьба сочинять песни. Так, с начала 30-х годов до 90-го года, такую вот жизнь он большую творческую прожил, Матвей Блантер сочинял песни. Песни о любви, песни о дружбе, песни о труде, песни о Ленине. Ну, конечно, нельзя было не писать песен о Ленине в те времена. Песни о войне, песни о разлуке, казачьи песни, цыганские песни. То есть песни в самых разных жанрах. Я сегодня буду по ходу концерта вам рассказывать еще о жизни этого замечательного музыканта. Скажу только, что он был удостоен многих правительственных наград. Ну, сейчас как-то не всегда об этом пишут, что не всегда говорят, что он был удостоен Сталинской премии. Но ведь за какие песни? За песни в лесу при фронтовом, моя любимая, достойные песни. Он был героем социалистического труда, лауреатом двух государственных премий и много разных наград. Он получил за свою композиторскую деятельность. Сейчас мы с вами услышим песню, лирическую песню о любви. Любовь бывает и счастливой, и грустной. И вот об этом, обо всем поется в песне Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского. «У крыльца высокого». А продолжим слова. «У крыльца высокого встретила я сокола». Поет Елена Останкова. Партию фортепиано исполняет Наталья Дубровская. 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 ПЕСНЯ Что же вы наделали? Что же вы задумали? Что же вы наделали? У крыльца высокого Встретила я сатана Я весною встретила На любовь ответила Я весною встретила На любовь ответила АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ После «Магнитки» Матвей Плантер много ездил по разным городам Советского Союза Его переводили в разные театры Он работал в Горьком Он работал в Ленинграде Он руководил музыкальной частью театра «Миниатюр» И везде он писал музыку И вот сегодня мы когда услышим его песни Вы заметите, о чем бы ни были эти песни О войне, о послевоенном времени, о любви Они все очень лирические, нежные и красивые Вот таков был его дар, его талант Вот есть композиторы, которые склонны писать больше героическую музыку Маршевую такую, драматическую музыку А талант Матвея Плантера лирический, душевный Потому они так легко запоминаются и ложатся на сердце По окончании войны в 1946 году Матвей Плантер написал одну из самых Ну, я не знаю, я, наверное, о каждой песне это буду говорить Одну из самых красивых своих песен «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет» Помните, да, эти слова? Она тоже написана на текст Михаила Исаковского Сейчас мы услышим это замечательное произведение Плантера АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лучше нету того цвету, когда явно я цвету, Лучше нету той минуты, когда милый мой придет. Как уижу, как услышу, все во мне поговори, Все душа моя вылает, все душа моя в горле. Мы глаза друг друг угляем, руки жаркие сплетем, И куда не знаем сами, словно пьяные придет. ПЕСНЯ 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 Лучше нету того цвету, когда явно я цвету, Лучше нету того цвету, когда явно я цвету. ПЕСНЯ 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 Аплодисменты. Текст, а хорошие выразительные стихи. Сам Матвей Блантер дружил с многими современными ему поэтами. Им написаны песни и на стихи Ильи Селивинского, и Фатьянова, и Василия Лебедева, Кумача. Очень много песен, больше 20 он написал в содружестве с поэтом Михаилом Исаковским. И вот что вспоминал сам композитор Матвей Блантер. Стихи Исаковского очень музыкальные. Что это значит? Читаешь стихотворение, которое поэт написал не для песни, просто вот в сборнике. Вышел сборник стихов, я, говорит, его взял и читаю стихотворение. Читаю просто стихи, а у меня уже звучит мелодия на эти стихи. То есть сама поэзия этого литератора была музыкальной. И людьми они были разными, как говорит Блантер, разными по характеру. Но вот в творчестве они очень во многом совпадали. И часто Исаковский приносил стихотворение композитору и говорит, «Нет, оно, наверное, не подойдет для песни, наверное, неудобно будет для него мелодию сочинить. А я читал это стихотворение и тут же садился за этот рояль и наигрывал мелодию. И поэт удивлялся, мол, как это у тебя хорошо и легко все получается». Конечно, все это нелегко, но талант дан был человеку. И чувствовали они друг друга. Поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер. Мы сейчас услышим с вами песню, написанную этим содружеством, которая называется «Пшеница золотая». Написана она в 1947 году, после войны, когда хотелось писать о мирной жизни, о том, как красива наша земля русская, как красива наша родная природа. Итак, песня «Пшеница золотая». Нехорошо, колосья развлекая, Сюда ходить вечернюю порой. Стивной стоит, женица золотая, По сторонам, кромит и полетой. Стивной стоит, женица золотая, По сторонам, кромит и полетой. Всю ночь поймут пшеницы, переколки, А то, что будет ухожай веком, Моя любовь, моя судьба живет. Еще так, что за рекой поселке Моя любовь, моя судьба живет. И в час, когда над нашей стороною Дали заре вечернюю стою, Родное поле говорит со мною, О самом лучшем мире говорит. Родное поле говорит со мною, О самом лучшем мире говорит. И хорошо мне здесь остановиться, И глядя вдоль, подумать, помолчать. Шумит, 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 высокая ченица, И ей конца, и края невинок. Шумит, шумит, высокая ченица, И ей конца, и края невинок. Шумит, 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 шумит. Мы уже сегодня поговорили о том, что у каждой песни есть автор-композитор, пишет музыку. Есть автор-поэт, который создает слова. Но чтобы песню услышали И узнали слушатели, конечно, нужен исполнитель или исполнители. Нужны талантливые, чуткие певцы. Вот с очень многими советскими певцами Матвей Блантер дружил. Они очень любили петь его песни. Кстати, вот эту песню «Пшеница золотая», которую мы только что с вами слушали, он посвятил известному советскому певцу Владимиром Бунчиковым. Много было у него друзей среди вокалистов, певцов. Он очень любил, когда его песни пела Лидия Русланова, Надежда Абухова, Сергей Лемешев, позже Иосиф Кобзон, Елена Образцова. Вы замечаете, я называю имена оперных певцов, солистов Большого театра. То есть эти великие певцы, которые исполняют всемирно известные оперы, как бы не гнушались петь песни Матвея Блантера. Наоборот, они были очень счастливы, когда композитор приносил им песню и просил, исполните, пожалуйста, мне нравится, как вы поете мои песни. Очень многие песни Матвея Блантера звучали в исполнении ансамбля танца и пляски, песни и пляски советской армии. Помните, краснознаменный ансамбль, так он называется, который всегда гастролировал по всему миру и исполнял наши советские песни, и везде его встречали на ура. То есть с этим коллективом Блантер тоже очень дружил и часто сотрудничал. Песня, которую сейчас мы с вами услышим, называется «Дубрава». Она тоже написана на стихи Михаила Исаковского, и ее исполнительницей первой была Надежда Абухова. Недаром и Блантер посвятил песню «Дубрава» этой своей любимой русской певице. Песня «Дубрава» на стихи Исаковского. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зелена, белая дубра, зелена была. Мы встречались с ним у перекрестка, мы бродили там. Каждый костик, каждая березка, родовались ромки. Вся земля дышала и светилась, но прошла весна. Птицы скукли, небо помутилось, началась война. Кот погиб у города Медени, боль моя слеза. Навсегда закрылись молодые, ясные глаза. У тропы, тропинки неприметной, возле двух рябин. Со своей славою бессмертной он лежит один. Зелена, белая дубра, зелена была. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Матвей Блантер был заботливым отцом. У него был сын и внуки, и внучки. И вот когда он был молодым отцом, он написал колыбельную. И такая проникновенная песенка получилась, что ее исполнял Иван Семенович Козловский. И эту песню колыбельную на стихе также Михаила Исаковского композитор посвятил Ивану Козловскому. Слушаем нежную, красивую, добрую песню «Колыбельная». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МЕСЯЦ 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 ПЕСНЯЦ МЕСЯЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Он написал на адрес Союза композиторов «Москва. Союз композиторов». «Встречаем день победы у Рейхстага» и подпись «Матвей Плантер и Тихон Хренников». Это тоже известный советский композитор. Они с бригадой военных журналистов как раз были в это время в Берлине, и вот эти счастливые минуты победы встретили у стен поверженного Рейхстага. Но сейчас мы с вами услышим песню о, так ее можно назвать, «Героическая быль», о том, как воюет, сражается и погибает юная героиня советская, казачка. Песня называется именно так. «Песня о казачке» на Славымова. И эту песню Блантер тоже посвятил Надежде Андреевне Абуховой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ Спи, родимая, спи Мой товарищ, дружок моевой ПЕСНЯ Расшумелся ковыль голубая трава Голубая трава-белеса Ой, геройскую вель Не забыль тушила Хоть давно отгребела гроза Расшумелся ковыль Не забыль тушила Хоть давно отгребела гроза В 1966 году Блантер написал очень красивую песню Черноглазая казачка Вообще о казаках, о казачках Писала много Советских композиторов Казачество вообще привлекало Сердца и умы многих поэтов Писателей, художников И вот Черноглазая казачка Песня зажигательная Когда просят ее Назови свое имя Она загадочно Интригует Отвечает Имя ты мое услышишь Из-под топота копыт Черноглазая казачка Черноглазая казачка Черноглазая казачка Открывала мне коня Сереброс меня спросил А ордера Утром Недорого Ценю Коллазая казачка Открывала Желтур Поцвет Желтур Спас В Желтур Из-под дома до копыт, Я по улице поехал, По дороге поскакал, По тропинке между горы, Между сырых, между скал. Даша, Зина, Маша, Нина, Всё как будто нём. Катя, Катя, Выстекают мне подковы с капуна, Сной поры хоть шагом еду, Хоть головом поскочу, Катя, Катя, Потери! Нет, мёсда я шепчу, Что за бездомочь такая, У меня ж другая есть. Но уж Катю, Словно песню, Из груди дров не звёзд. Черно-глазая газочка, Подковала мне коня, Серебро с меня спросил, Друг недорого ценя. Как зовут тебя молодка, А молодка говорит, Имя ты моё услышишь, Из-под дома до копыт. О-о-о-о, О-о-о-о, Имя ты моё услышишь, Из-под дома до копыт. И голос мою слышишь из-под опыта ковы. В годы войны советские композиторы в самом начале начали писать темы героические, даже о гибели наших героев на фронте. Но ведь воевавшим людям гораздо важнее было слушать добрую музыку, потому что страдания, гибель и кровь они видели каждый день на фронте. Поэтому очень много песен, около 50, Блантер в годы войны написал, лирических, о любви, о надежде, о том, что каждого солдата, каждую женщину, воюющую на фронте, дома ждут, надеются на их возвращение. И сейчас мы с вами услышим одну из таких лирических песен, написанных в 1944 году. Она называется «Полюбила я парнишку». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Он не желает, он, наверное, говорить по существу. Я одна иду домой, вся печаль моя со мной. Неужели моё счастье пронесётся стороной? Неужели моё счастье пронесётся стороной? У нас остаются две песни. Мы сейчас уже завершаем концерт. «Кони-звери» — так называется песня, которую Блантер включил в цыганский свой цикл на стихи Ильи Сельвинского. Интересна одна такая деталь, что эта мелодия песни ему приснилась во сне. Его спрашивали, как вы сочиняете, по-разному. Иногда, говорит, сижу и долго мучаюсь, несколько недель, пока напишу какую-то красивую мелодию. А иногда мелодия приходит мгновенно. А вот песня «Кони-звери» приснилась ему. И Блантер говорит, я тут же подскочил к столу и записал нотами припев этой песни, чтобы к утру не забыть. А утром уже закончил и всю песню целиком. Итак, из цыганского цикла песня «Кони-звери». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень предо мной, так быстрей же птицы, шибче коренной. Ой, ой, мы кони, кони звери, кони звери, эй, черные до серы, черные до серы, до медвежьи мет. Глаза сияют, ласкова моя, не меня встречают, ищут не меня. Только жгут безмеры из-под черных ног. Глаза сияют, ласкова моя, не меня встречают, ищут не меня. Чёрные до серы, черные до серы, черные до серы, черные до серы, черные до серы, до медвежьи мет. Я ревать не стану, в дуре не запучу, Я тебя достану, я тебя учу. Припадёшь устами, одуришь подлым, В полы льву с коями к чёрту подлетел. Ой, ты кони, кони звери, кони звери, Эх, чёртые да сиры, чёртые да сиры на медвежий мир. Завершает концерт, посвящённый 110-летию Матвея Блантера, его легендарная песня, которую знает весь мир, песня «Катюша», написанная им ещё задолго до войны, в 1938 году. Но именно в годы Великой Отечественной она стала необычайно популярной. Люди досочиняли к ней свои припевы, свои куплеты. Итальянское сопротивление считало её своей национальной песней. Французы пели её, как свою родную песню. И даже именем «Катюши» назвали легендарное советское оружие, реактивные миномёты «Катюши», с которыми мы победили фашистских захватчиков. «Катюша» на стихи Михаила Исаковского. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ